Тюминский госуниверситет В 2014 году экспедиция университетских археологов под руководством профессора Натальи Матвеевой осуществляла раскопки на территории Карачиного городка. Исследователям удалось обнаружить землянку, в которой останавливалась казачья дружина. На месте раскопок были найдены предметы, которые доказывают достоверность маршрута похода Ермака и позволяют предположить, что Карачинский остров был местом одного из важнейших сражений казачьего войска. Тема освоения Сибири в Тюменском госуниверситете связана с именем известного археолога Александра Матвеева. Интерес к наиболее спорным, трудным вопросам истории – одна из характерных особенностей работы Александра Васильевича как ученого. В 2006 году Матвеев одним из первых обратился к идее археологической верификации исторических сведений похода Ермака. С 2007 года объектом его изучения становится город Тобольск. Материалы, полученные в результате раскопок на территории верхнего и нижнего посадов города, по сути впервые открыли для археологии и широкой общественности первую российскую столицу Сибири. Я держу в руках находку, в общем, уникальную для Западной Сибири. Она была сделана в Тобольске в 2008 году. По существу это клад, потому что этот предмет был спрятан между бревен одной из построек, которая давным-давно перестала существовать. Кто спрятал этот предмет между бревенами, что называется, дома, мы не знаем, но это было сделано достаточно давно, это было сделано в XVII или XVIII веках. А предмет этот – панагия, то есть нагрудный знак архиепископа. Архиепископа – это высшее сословие нашего православного духовенства. Предметов этих известно в Сибири очень немного. Вот в Тобольске он первый. Мы установили, что этот предмет был сделан в Москве где-то в конце XVI или начале XVII века. Как попал он сюда, в Западную Сибирь, в Тобольск? Очевидно, одним из первых архиепископов, которые приезжали в Тобольск начиная с XX годов XVII века. Поэтому, конечно, это находка персональная, но связать ее с каким-то конкретным лицом мы пока не можем. Путь в тюменскую науку Александр Васильевич начал в 1978 году в качестве руководителя научно-исследовательской археологической лаборатории Тюменского госуниверситета, деятельность которой положила начало планомерному и систематическому выявлению и изучению археологических памятников на территорию Тюменского региона. Своим увлечением археологии Александр Васильевич обязан известному археологу и педагогу Новосибирского пединститута Татьяне Николаевне Троицкой. Археологические экспедиции привлекались своей романтикой, свободой мысли, возможностью делать открытия, однако толчком к исследовательской работе, несомненно, послужил пример учителя. Александр Васильевич вырос в семье, где основными ценностями были знания и культура. Мама Руфина Иосифовна, врач, после окончания мединститута служила в госпитале, была на фронте, работала врачом-фтезиатром. Отец Василий Егорович, ученый, изобретатель, руководил патентным отделом в Институте химии и твердого тела Северного отдела Российской академии наук, а дома писал картину. Творческая атмосфера, привычная с детства, была созвучна настроению, царившему в археологическом кружке. 1978 год знаменует начало нового этапа не только в профессиональной деятельности, но и в личной жизни. Выбор супруги, как и выбор профессии, был сделан по сердцу. К тому же, в лице своей жены, в то время выпускницы Тюменского государственного университета Наташи Москвиной, а ныне известного археолога, профессора, доктора исторических наук Натальи Петровны Матвеевой, Александр Васильевич обрел настоящего единомышленника и друга, способного понять и разделить радости и трудности мира науки. Одним из важных событий в семье археологов были совместные научные открытия. Наши первые совместные раскопки был Тютринский могильник, первые саргатские курганы, элитарная группа населения, какой-то знати. До этого считалось, что у саргатцев равенство, бедность, нищета, одни горшки в могилах. А там сразу были сапфир-шпинель, гребни с изображением лошадок, замечательные браслеты, глубокие гробницы, полудрагоценные бусы из других пород, сертолик, хрустали, подвески с изображением египетского бога Гарпократа. И сразу стало ясно, что это следы и караванной торговли, и дань значительных военных походов. И плюс там же были найдены в 1981 году серьги серебряные с позолотой, с пирамидками Зерни, точная копия серег из сибирской коллекции Петра I. Эта коллекция давно известна ученым. Начало сбору положил еще Николас Видзин, и во времена Петра I материалы поступали в сибирскую коллекцию откуда-то с территории Сибири и Казахстана. И связь их с конкретной археологической культурой никому не была известна. И вот благодаря этим серьгам и другим находкам этого круга нам с ним удалось доказать, что именно с территории саргатской культуры собраны эти сокровища. И юг Западной Сибири, в том числе наша Тюменская земля, это так называемая земля древних поклаш, в кавычках такое выражение использовал Видзин, что это земля сокровищ, земля выдающихся художественных и культурных достижений прошлого. В 1985 году Матвеев окончил аспирантуру Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР и защитил кандидатскую диссертацию, тем самым став первым кандидатом наук по специальности археология в городе Тюмени. А позже его коллега, тюменский историк Александр Георгиевич Яманов, назовет Матвеева «принцепс тюменской археологии». Латинское слово «принцепс» означает «идущий впереди», «идущий во главе», и мне кажется, что это очень подходит. Действительно, Александр Васильевич у истоков археологического знания, археологической науки, археологических исследований, и еще раз обращаю внимание, что именно с ним возникла археологическая лаборатория, на договорной основе появились первые ставки научных сотрудников, младших научных сотрудников. И с этой лабораторией стали организовываться экспедиции, и в сезон там по нескольку экспедиций, по нескольку отрядов, которые одновременно в разных местах нашего региона работали. Именно с Александром Васильевичем связаны первые серьезные такие программы исследовательские, создание археологической карты. До этого все-таки достаточно спонтанно, эпизодически, только лишь отдельные какие-то фрагменты, отдельные какие-то памятники открывались на территории Тюменской области. А с ним началось такое планомерное, методичное, прямо метр за метром, словно освоение нашего региона. С 1990 по 2001 годы Александр Васильевич возглавлял лабораторию археологии и этнографии и был заместителем директора по науке Института проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Сложные для отечественной науки годы Матвеев продолжал самостоятельные научные исследования. Один из крупных проектов – изучение Ингальской долины, одного из самых красивых и загадочных мест нашего региона. Безусловно, вся сегодня вот эта знаменитая Ингальская долина, вот в том видении его, это вообще уникальный объект, это объект международного научного туризма и познавательного. Это то достояние, наверное, еще нужно очень много времени, чтобы наше руководство понимало, в чем уникальность этого объекта, чтобы сделать так, как Аркаим, чтобы были действительно объекты для понимания, что такое курган. И поэтому он создавал это все, вот именно по этому древнему наследию он создавал. В 2001-м Матвеев возглавляет кафедру археологии и этнографии, затем становится директором Института гуманитарных исследований Тюмгу. Александр Васильевич с головой окунается в работу со студентами. Его широкий исторический кругозор, увлеченность наукой, подтолкнули многих из них к профессиональному научному выбору. Учил нас всегда отталкиваться от факта. Не подгонять факты под какую-то теорию, а идти именно за фактом, за источником. Всегда учил, что научную работу нужно писать так, чтобы ее хотелось украсть. Вот он всегда это говорил. То есть нужно было именно привлекать какие-то новые факты, новые аргументы, со всех сторон их изучать. И только на основе этого уже делать какие-то выводы. Вот. Всегда учил избегать каких-то скоропалительных выводов. Всегда очень бережно относился к источнику. И учил нас этому же. Археологи имеют отношение к вечности. Так считал сам Александр Васильевич. С нами навсегда останутся его труды, в которых нашли отражение результаты многолетних, глубоких и разносторонних историко-археологических исследований ученых. Его концепции и идеи еще многие годы будут обсуждаться в научном сообществе. Субтитры создавал DimaTorzok